Настоящее голевое пиршество устроили хоккеисты Нижегородской Чайки в ответном матче Молодежной Хоккейной Лиги против питерского СКА-1946. В войне приятно, что автозаводцы смогли не только разгромить своего соперника и прервать четырехматчевую серию поражений в чемпионате, но и показать зрелищную атакующую игру при своих болельщиках. Наверное, только самые оптимистичные поклонники Чайки верили, что после 0-1 в первой игре в матче номер два во Дворце спорта имени Коноваленко их ждет праздник хоккея. И они не прогадали. Команда забросили аж 11 шайб на двоих. Отрадно, что восемь из них записали на свой счет нижегородцы. По два гола в составе Чайки провели Кирилл Клопов и Аким Каламаров. Также стоит отметить пять голевых передач в исполнении новичка нижегородцев Михаила Ясаяна. После счета в 8-0 в пользу Чайки подопечные Вячеслава Рьянова дали слабину, пропустив трижды. Однако это не помешало автозаводцам отпраздновать итоговую победу. 8-3. Есть первая победа в родных стенах. И есть первое поражение в сезоне у клуба СКА-1946, что не менее приятно для нижегородских болельщиков. На этом встречи с командами с приставкой СКА для Чайки не заканчиваются. Уже в воскресенье в гости к нижегородцам пожалуют новые лидеры западной конференции МХЛ. Также дружины из Санкт-Петербурга – СКА «Серебряные львы». Пожелаем хоккеистам Чайки, как и вчера, обыгрывать своих оппонентов. И не только тех, в названиях которых есть СКА. Тимур Хакимов совместно с Торпеда ТВ, Объективно Спорт, ННТВ.